добрый день уважаемые студенты сегодня мы с вами начинаем нашу очередную лекцию и тема сегодняшней лекции введение в нейронные сети прежде чем мы приступим к изучению данной темы мы должны с вами рассмотреть биологический нейрон биологический нейрон является особой биологической системы предназначены для передачи и обработки информации в живых организмах вот таким вот образом представляет собой как показано картинки единичный биологический нейрон это клетка мозга единичные давайте рассмотрим из каких элементов состоит биологический нейрон то есть она состоит из тельца который называется сомой внутри суммы находится ядро клетки и вот эти вот щупальца которые разветвляются от ней ровно они называются дендридами далее является еще один удлиненный дендрид так скажем который называется аксоном ну и в конце на конце аксона у нас имеются специальные синапсы нейрон состоит из тела клетки как мы увидели ну как еще и называть суммы дендридов аксона и синапсов тело нейрона включает ядро которое содержит информацию о наследственных свойствах и плазма обладающие молекулярными средствами для создания необходимых нейрону материалов соми реализуются все основные функции нейрона аксон это нервное волокно соединенное с сомой и являющиеся проводником выходного сигнала дендриды очень разветвленное дерево волокон соединенных с сомой каждый нейрон имеет большое количество дендридов как мы видим которые связывают его с множеством других таких же нейронов дендриды получают сигнал от других аксонных терминалов через специальные контакты синапсы синапс является функциональным интерфейсом между двумя нейронами так называемый аксонный терминал одного нейрона и дендрид другого и способен усиливать или подавлять сигнал подобно электронному усилителю определяя характер обработки информации соми сумма получает сигналы других нейронов через синаптические соединения преобразует его в последовательность нервных импульсов преобразование сигнала в соми в общем случае имеет существенно нелинейный характер при определенных режимах выходной сигнал пропорционален линейной комбинации входных то есть нейрон в некотором узком диапазоне может быть описан линейной передаточной функцией выходной сигнал передается вдоль разветвляющегося аксона к синапсам других нейронов интенсивность выходного сигнала зависит как от уровня входных сигналов так и проводимости соответствующих синаптических связей теперь перейдем к модели искусственного нейрона в 1943 году американские ученые макалок и пикс предложили в качестве искусственного нейрона использовать бинарный релейный элемент вот уолтер пиц американские легендарные ученые и его коллега ворон макалок пионеры той отрасли которую мы сейчас называем искусственные нейронные сети и предложили то что называется модель искусственного нейрона теперь искусственная нейронная сеть это математическая модель а также и программное или аппаратное воплощение построено по принципу организации функционирования биологических нейронных сетей то есть макалок и пиц использовали в качестве прототипа биологический нейрон которым шла речь ранее что собой представляет модель макалок и пиц который мы называем искусственным нейроном то есть у нас имеется некоторая группа входных сигналов то есть это линейная комбинация входных сигналов которые направляются в сумматор вот эти вот коэффициенты w называются синаптическими весами первый вход нейрона и вот это t называется порогом нейрона сумматоре выполняется произведение входных сигналов на соответствующие синаптические веса и формируется сумма виде линейной комбинации синаптических весов на входные воздействия затем эта сумма подвергается функциональному воздействию да то есть из этой суммы берется некоторая функция которая называется функции активация нейрона и результат у нас называется выходом теперь вот так вот выглядит результат суммирования сумма 3 эту величину мы называем индуцированным локальным полем есть на выходе сумматора у нас формируется так называемое индуцированное локальное поле сумма так затем у нас применяется некоторая функция которая называется функция активации нейроны как правило используют вот такую вот сигмой гену функцию в качестве функции активации нейроны но и результат действия этой функции у нас формируется в виде выходного значения искусственного нейроны так вот выглядит модель элементарного искусственного нейрона по макалоку и пиццу ну и здесь мы видим график сегмоиды да который используется в качестве активационной функции как мы видим когда локально индуцированное поле то есть сумма у положительное нейрон принимает значение равное единице ну и когда сумма отрицательные нейрон принимает значение нуля в данном при данной функции но вообще можно у нас подобрать так значение функциональной зависимости в виде активационной функции чтобы при отрицательных значениях локально индуцированного поля нейрон принимал отрицательные значения то есть минус 1 другие типы давайте рассмотрим активационных функций это может быть линейная функция которая называется линейным ассоциатор может быть такое реле релеобразная функция сигмун функция да это функция насыщения также может использоваться в качестве активационной функции либо гистерезис как мы видим на картинке либо насыщение зоной нечувствительности либо сигмун функция зоны нечувствительности так далее то есть типов различных активационных функций достаточно много даже функция хевисайда также может быть использоваться в качестве активационной функции теперь поговорим о видах искусственных нейронов существует такая нейронная сеть как ковинетрон искусственная нейронная сеть с элементарными нейронами фукушими нейрон фукушими отличается от нейроны макалла крепится тем что если у последнего синаптические веса могут быть положительными отрицательными или нулевыми то в модели фукушими все веса полагаются не отрицательными а входы разбиты на две группы возбуждают возбуждающие и тормозящие другой тип нейронной сети представляет собой нейроны хоббфилда и гроссберга которые являются динамическими нейронами описываем разностными или дифференциальными уравнения поведение которых существенным образом определяется их предыстории персептрон первый нейрокомпьютер разработанный фрэнком розенблатом персептрон по сути базируется на той модель которую предложили макалка пицца это единичный нейрон виде нейрона макалка и пицца радиально-базисная нейронная сеть искусственная нейронная сеть которые используют радиальные базисные функции как функции активации нейронной сети коханины это класс нейронных сетей основным элементом которых является так называемый слой коханина слой коханина состоит из адаптивных линейных сумматоров нейронной сети коханина также называется еще самоорганизующимися картами машина больцмана вид стахастической рекуррентной нейронной сети изобретенной джеффри хинтоном и терри сейновский в 1985 году машина больцмана может рассматриваться как стахастический генеративный вариант сети хокфилда то есть на самом деле видов искусственных нейронных сетей гораздо больше их разновидностей и применяются они для решения различных задач в рамках нашего курса мы конечно будем изучать в основном персептроны в том числе многослойные персептроны коснемся радиально базисных нейронных сетей поговорим немного сам организующихся картах коханина и еще некоторых типах нейронов самыми распространенными задачами для решения которых применяются нейронные сети являются задачи распознавания образов в качестве образов могут выступать различные объекты символы текста изображения образцы звуков и так далее классификация распределение данных по параметрам принятие решений и управления эта задача которая также близка классификации кластеризация под кластеризации понимается разбиение множества входных прогнозирование способности нейронной сети прогнозирование напрямую следует из ее способности к обобщению выделению скрытых зависимости между входными и выходными данными аппроксимация нейронная сеть способна аппроксимировать любую непрерывную функцию с некоторым наперед заданной точностью сжатие данных и ассоциативная память способность нейросетей появление взаимосвязи между различными параметрами дает возможность представить данные более компактно если данные тесно связаны между собой таким вот образом мы с вами рассмотрели основные базовые типы нейронных сетей познакомились с моделью макалок и пицца которая будет широко применяться в течение нашего курса теперь хочу сказать спасибо за внимание и успехов в изучении методов искусственного интеллекта